Ну что же, всем еще раз доброй ночи, доброй ночи всем поклонникам американской доты, я приветствую вас на Galaxy Battles, американские региональные отборочные 8 команд и только одна команда пройдет на ландфинал и будет сражаться за приз в 150 тысяч долларов, хорошая сумма, согласитесь. Ну на этот раз нас ожидают новые коллективы, ну на этот раз новый коллектив, только один это Midas Club Elite, будут они сражаться против Thunder Awakened, которых мы видели вот буквально только что и был у них вроде как неплохой план на игру и вроде как все получалось, но к сожалению Infamous оказались сильнее в паре-тройке моментов, конечно там ненужные были сделаны выкупы от Thunder Awakened, Ну надеюсь на этот раз они сделают очень важные выводы, поймут они, что они немножко свои решения форсировали и на этот раз сыграют более спокойно. Ну что же, врываемся в стадию планирования, и так Midas Club Elite взяли себе Клокверка, Варлока, Санкинга и Шадоу Финда. В то же время Thunder Awakened ответили Тренд Протектором, Рубиком и Луной. Вот как интересно ожидается у нас четвертый герой в скором времени, 10 секунд дополнительного времени остается, и залетает Outworld Devour. Ну что же, Midas Club Elite запретили Абаддона, Дарксира, Эмберспирита и Ликана. Пятый запрет нас ожидает, но мы пока переключимся вниз. Thunder Awakened запретили Лондруида, Бристлбека, Разора и Сларка. Пятый запрет. Очевидно, здесь нужно запретить героя в сложную линию. Кто же здесь еще может пойти у Thunder Awakened? Сложно сказать. В прошлый раз, насколько мы помним, кто же это был, я уже что-то даже и забыл, кто там был в сложной линии у Thunder Awakened. Нет, там была Энигма, да, я это вспомнил. Был очень шикарный массовый замес у них, был очень шикарный пуш, но, к сожалению, не получилось. Здесь Midas Club запрещают Бэтрайдера. Интересное решение, но мне кажется, немножко сомнительное. В принципе, здесь Энигма залетает также неплохо, но запрещается Terrorblade против Midas. Решение, возможно, хорошее. Да, Warlock плюс Terrorblade. Эту связочку мы видим на профессиональной сцене сейчас очень-очень часто. Но вот вопрос, куда же здесь пойдет Sun King, куда пойдет Клоквер. Как мы знаем, оба этих героя прямо сейчас в нынешней мете могут оба занять четвертую позицию, могут понять за позицию Хардлейнера. И в итоге и там, и там будут хороши. Ну что же, пятый герой для Thunder Awakened. Не хватает им все-таки героев в сложную. И это Omni Knight. Очень интересный здесь выбор. Та самая связочка. OD плюс Omni Knight. Где OD абсолютно взять нечем. Ну, посмотрим, посмотрим. Midas Club, я думаю, этот ребус разгадают. Поймут они все-таки, что здесь с этим рэпом делать. Поймут они вообще, как против этих героев сражаться. Пока, конечно, у Thunder Awakened выглядит все очень-очень хорошо. Выглядит все очень сбалансировано. Есть хороший пуш в виде луны, которая очень-очень хорошо бьет здание. Да и, в принципе, она хорошо бьет здание одна. Ей даже помощь никакая не нужна. Ну что же, Джаггернаут здесь залетает к Midasic'ам. Очень хорошая драка у Midas'ов. Ну вот, сложно все-таки здесь понять, пока, как они собираются проводить здесь драки. В определенный момент Clockwork может просто всей драке Midas'ов помешать. Своими когами, либо каким-то неудачным врывом. В прошлой игре мы видели, как Clockwork врывался, в общем-то, чуть ли не в своих героев. И в итоге, конечно, тем самым мешал драки. Постоянно там станел своих героев. Постоянно им мешал чужих героев захватить не мог. Ну, тут, конечно, все зависит от коммуникации коллектива. Но в то же время, мне кажется, в очередной раз мне больше нравится план на игру команды Thunder Awakened. Не знаю, почему я им так симпатизирую, но выглядит все очень сбалансированно. Есть физически хороший урон, есть магически хороший урон. И, ну, с этим, согласитесь, друзья мои, сложно-сложно поспорить. Все-таки... Все-таки вот прямо сейчас, если говорить о стадии планирования, у Thunder Awakened выглядит все очень-очень хорошо. Но в то же время исполнение, конечно, позволяет и даже требует желать лучшего. Ну, посмотрим, как они все-таки сразятся здесь с Midas Club. Первую игру Midas Club выиграли. Возможно, в этой встрече они смогут повести с еще большим отрывом в своей группе. В принципе, все у них так же выглядит хорошо. Красивый массовый замес с хорошим физическим уроном, с хорошим магическим уроном. Выглядит все очень сбалансированно. Но вот единственное, клокверк, конечно, мне немножко здесь мой глаз смущает. Ну, я все-таки игрок непрофессиональный. Я лишь скромненький комментатор. И мое дело лишь смотреть, озвучивать мое дело. Мое дело, в общем-то, вы знаете. Поэтому давайте мы врываться и уже будем смотреть на то, как будут действовать коллективы. И посмотрим, и будем, будем, будем смотреть. И, естественно, комментировать и немножко анализировать их игру. Ну что же, полетели уже телепорты. Здесь на нижнюю святыню Elite Club, хотел я сказать, но нет. Это Midas Club. Бордо уже тут как тут. Вард здесь поставил отличный обсервер Вард в главный лес. Будет он видеть обзор с речки, выход какой-то. Возможный фарм. Тут же ставится еще и сентри. Банится здесь возможное возрождение нейтральных крипов. Также очередной агрессивный вард здесь прямо на линию сложную. Будет, как вы видите, этот вард дает обзор на выход с речки, дает обзор на возможных героев, которые могут прятаться здесь в лесах, либо за вышкой от какой-то, возможно, очень страшной агрессии. Ну что же, здесь Smash уже столкнулся с Варлоком. Какой интересный здесь ник, конечно, его здесь не поймешь. В это время SF Best Gamers набирает уже себе душ, как следует. Уже 8 душ имеется. Ну, все мы знаем этот обуз с Клокверком. Ну, как-то было бы странно, если бы Клокверка взяли только для этого обуза. Было бы очень странно. Есть еще один с Сентрику, Бордо. Что же, звучит горный. Слушайте, у нас здесь намечается агрессия. Да, Shadow Finder ловит. Минус 4 души. Первая кровь. Ван ее проливает. Ворует здесь руну богатства. Интересно, а вот во второстепенном лесу Тандра Уэйкин Руну кто-то заберет из Мидас Клаб. Ну, нет, похоже, не спешат. Похоже, здесь не спешат. Ну, что же, пока коллективы... Да, Тандра... Тандра Уэйкс забирает себе 3 руны богатства. Неплохой прирост для начальной стадии игры. Плюс еще убийство было сделано. Разозлились, ребята. Разозлились. Не на шутку. И сейчас будут давать... Сейчас будут давать бой. Ну что? Все разбежались по линиям. Давайте я представлю вам составы команды. Итак, Тандра Уэйкин. Yes. Тренд протектор. Омни Найт. Смэш. Аутворлд Девоуэр. Это у нас господин Ван. И сток Рубик и Луна. Господин Джей Ди. В это время у меня Найт нехил так проседает здесь. Что делает Бордо? Пока непонятно. Такое ощущение, что то ли он здесь пытается хоть как-то замедлить своего Варлока или что. Но Смэш в итоге здесь, конечно, выживет. Ну что же. Итак. Команда Мидас. Ой-ой-ой. Ортолд Девоуэр неплохо так на середине здесь проседает. Но они в итоге так с ССФом. Ой-ой-ой. Клокверк здесь. Какие драки постоянно. Они за всеми не поспеют. И ждайте же мне вас объявить спокойно. Ну что же. Мидас Клаб. Санкинг. Бордо. Шадоу Финт. Бест Геймерс. Варлок. Я буду называть его Варлок, потому что у него очень непонятный никнейм. Клокверк будет... Эслао. И господин Джиггернаут. Костабайл. Врываемся уже в игру. Как мы видим, не хил, так умник здесь терпит. Постоянно Шадоу Уор здесь на него Варлок накидывает. Ну... Пока-пока и участь этого Умни Найта известна. Наглеть он здесь не сможет. Тем более, что здесь трипла у Мидас Клаб. И... Конечно, этот трипла не оставит шансов здесь для Умни Найта хоть какую-то ценность хорошую заполучить. Но ОД вместе с Шадоу Финтом должны стоять, в принципе, достаточно ровно. Хотя, такое ощущение, что Шадоу Финт прямо сейчас ведет себя более уверенно, если можно так сказать. Ну, как-то не боится здесь этого ОД. У него ОД уже астрал в двоечку, в принципе. Так, здесь Ес. Он находится в невидимости. Может, кстати, подойти здесь поближе, если что, этого СФа забрать. Который, если что, занаглеет своими Кайлами. Будет крепочков забирать. И... Хорошее убийство будет здесь для Вана. Бордо еще постоянно делает отводы. За счет этого он обеспечивает себе хороший фарм. За счет этого он обеспечивает то, что Умни Найт не получает абсолютно ничего. Как мы видим, Умни Найт сейчас ходит. Несчастный второго уровня. Есть сапожок, конечно. Есть манга. Но... Этого, конечно, маловато для Смэша. Здесь нужны какие-то артефакты. Нужна какая-то здесь агрессия на линии. Может быть, стоит прийти еще кому-то здесь. Будет Шадоу Финд неплохо так агрессирует. Как мы видим, Тренд Протектор все-таки свою руну невидимости использовать не решился. Сюда подошел Варлок. И спокойно Шадоу Финду своему будет помогать. Ну что же, в то же время-то ведь все-таки немножко здесь Умни Найт отпускает. Подходит он здесь к Джиггернауту. Джиггернаута Блейд Фьюри в двоечку. Будет он, конечно, Смэша напрягать. То и дело постоянно будет его тачковать. И, конечно, Смэша будет тяжеловат. Плюс какое-то одно подключение от Бордо. И, естественно, это будет очень-очень легкое убийство. Да и убийство желанное Джиггернауту. Все-таки надо увеличивать свои позиции. Надо... Надо расти. И Джиггернаут пока у нас еще маленький, как говорится, совсем дитё. Но скоро у этого дитя появятся фейсбуцы. И будет бегать он очень-очень быстро. Первая ночь. 1-0. Коллективы пока никуда не спешат. Как увидим у Джиггернаута. 29 крипов. Фармит у Наки Лев Дикий. 23 крипочка у Луны. 24 у ОД. 20 у Шадоу Финда. Ну, в принципе, все достаточно ровно. Ну, вот, единственное, конечно, проседает очень сильно Омни Найт. У него всего 3 крипа. 2 крипа, прошу прощения. 2 крипа. Это вообще, ну, очень-очень мало. В леса, естественно, здесь не уйдешь. Здесь сейчас Омни Найт. Но вот пытается он здесь хоть как-то опыт хоть какой-то воровать. Но сразу Кастобайл его здесь колотит, колотит. Фейсбуцы имеются. Смэшу пришлось, похоже, вкачать здесь свою ауру. Смэш все равно нехил так скритов получает. Кастобайл, да, и учится дальше. Ведь можно потом в Блэйд Фьюри использовать. И в итоге, конечно, здесь Смэш очень-очень быстро погибнет. Что же, подрубается Хилинг Вард. Неплохо здесь Бордо сразу же свое здоровье восстанавливает. И спокойно может вернуться либо в лес, либо уйти на какую-то другую линию. Спокойно где-то помочь. Либо своему ОД. Какому своему ОД? Либо своему ОСФу, либо Варлоку. Кстати, Варлок сейчас находится на центральной линии. Будет он воровать здесь хоть какой-то опыт в это время. Столкновение на центре. Поймали, что ли, Санкинга? А Смэша нет. Смэша все-таки пока не ловит. Использовал он, конечно, свой Порфикэйшн. Ну, дальше Блэйд Фьюри, Кастобайл. Пойдет ли он за Смэшем дальше? Но нет. Пассивочка там. Там пассивочка. Забрать его тяжеловато. Тем более, если фейсбуцы еще находятся в стадии перезарядки. Ну, что здесь взять с этого Джиггернаута? Взять Смэша ему в одиночку будет сложновато. Но в то же время Клокверк имеет 10 скрипов. Ракетками все, что может, он все-таки забивает. Здесь ЕС выходит из невидимости. Идет дальше. Лич Сид используется. Но он в итоге такой. Такой, как бы, решил пойти до конца. Если уж я дам тебе Лич Сид, то дам. Ну, что же, Кастобайл очередной раз использует здесь Блэйд Фьюри. По Смэшу его совершенно не задевает. Тут как тут ходит еще и господин Санкинг. У него третий уровень. У Бордо. Смэш может нехило так встрять. Как известно, репел у него нет. Смэш использовал здесь уже Солринг. У него имеется, да, пошел здесь подкопчик. Пошел Бару Страйк. Смэш начинает уже с ним. Ну, почему? Не может. Здесь Кастобайл хоть как-то подключится. Левин Карма пытается здесь как-то Смэша спасти. Но и Парфекэшн пока мана нет. Кастобайл подходит. Ё-ё-ёй, фейсбуцы уже были израсходованы. И Смэша не взять. Смэша не взять. Ну, как мне кажется, рановато Кастобайл... Точнее, поздновато он начал подключаться. Все-таки можно было здесь Смэша забрать. Но не поверил. Не поверил Кастобайл. Возможное убийство здесь Смэша. Что происходит на легкой линии у Тандер Авейкен? JD фармит. JD фармит. У него 42 крипа добито. 42, хотел сказать, отнято. Нет, 11 отнято. Ну, в принципе, все ровненько. Да, немножечко все-таки здесь мешают. Здесь в это время нападение на Руби. Когда пошел Шадоу Ворд. Но в это время О-О-О-О-О-Д нападает на СФ. СФ использует здесь фэрифайр. Но в итоге кто погибнет? Ой-ой-ой. Используются стики. СФ остается одна тычка. И в итоге-то выживают все. Конечно, Шадоу Ворд. Еще туда же полетела ракетка. И туда же полетел Фатал Банды. И, похоже, погибает Рубик. Но Ван использует здесь святыню. В это время погиб все-таки Леслау. Погиб он от JD. JD даже не использовал свой тимейт. Да у него еще и шестого уровня нет. Но вот Морбид Маск приобретает. Я так понимаю, своим люсингинами, в общем-то, его затыкал. И был таков. Ну, отвлекся Клокверк. Возможно, он, кстати, кидал ракетку здесь на центральный коридор. И в итоге отвлекся. И его сразу же Луна наказала. Здесь Смэш в очередной раз наглеет. Мы видим, все-таки, в принципе, все у него нормально. Ой-ой-ой. Отлично. Слава подрубает здесь батареечки. И используется здесь он не Слэш. Сможет ли Смэш здесь уйти? Да, используется здесь. Солринг Парфикэйшн. Но в итоге это его никак не спасает. Ну, наконец-то Смэш смогли забрать. Наконец-то. Через Омни Слэш, ну, очень много потратили. Но в итоге, конечно, Омни Найт этого еще и еще больше. Отодвинули назад. Семь крипов всего лишь. Девятая минута. В лес не уйдешь. Приходится получать хоть какой-то опыт здесь на линии. И терпеть. Терпеть, умирать. Терпеть оплевухи всякие разные. На центральной линии, конечно, курьезный момент очень произошел. Когда одна тычка оставалась ЛД. Одна тычка Шадоу Финда оставалась. И в итоге разменялись саппортами. За счет фатал-бандов. В это время Клокверк там отвлекся на свои сложные. И, конечно. В итоге, так скажем, разошлись миром. Разменялись саппортами. И были таковы. Ну что здесь Смэш. В очередной раз приходит сюда полный. С полным запасом здоровья. С полным запасом мана. Отгоняет немножко Джиггернаута. Джиггернаут, возможно, сейчас вернется. Да, он уходит пока в леса. Возможно, потом уйдет пока. К себе на базу. Восстановит здоровье. Восстановит ману. Нужен какой-то обзор. Нужен обзор. Обзор. Хотел сказать обжор. Обзор. Мидас Элиту. Нужен им какой-то обзор. Этот Тренд Протектор сейчас дает очень много информации для Смэша. И, возможно, смогут забрать здесь Леслау. Не знаю, вопрос. Да, в это время подключается еще и ОД. Вместе с Рубиком бегут они в Смаках. Смака не развеиваются. Можно найти. Вот уже пингуют здесь на него. Понимают, что пречит он именно там. Но Слау. Ой-ой-ой. Какой-то третий глаз у него здесь срабатывает. Но вот Шток все-таки видит здесь Клокверка. Разбивают леса. За ним гонятся дальше. Подрубаются Коги. Ну, Вана вообще ничего не смущает. Используется здесь на Слау свой хукшот. А в итоге, наверное, никакого не спасет. Ну, хотя, ну нет. Последняя тычка. И Клокверк погибает. Но в это время Мидас Клап времени даром не теряют. Начинают здесь немножечко вышечку на нижней линии уничтожать. Сюда же пошел Телепорт от Тренд Протектор. Телепорты эти Мидас Клап не видят. Рубик тут как тут. Смэш тут как тут. Да, пошел Телекинез на СФ. СФ очень не хочется умирать. Бест Геймерс пытается жить здесь СФ. Но СФ погибнет. Даже ультимейта здесь не использовал. Но он его не изучил. В принципе, рановато еще. Как раз на следующем этапе этот ультимейт он себе приобретет. JD прибегает наверх. У Бордона, наверное, большие проблемы. Нужно делать какой-то Телепорт. Но он ничего не боится. Бару Стрек имеется. Дальше есть Телепорт. Пытается он хоть как-то JD замедлить. Но... Но нет. До Хукшота еще 20 секунд. Как дела у Джиггернаута? Есть Фуззы, есть Аквила, есть Аронталон. Кстати, что интересно. Все-таки хочет он еще и забирать здесь Лиса. Пурман Шилд. Дальше будет выход в Яшу. Все довольно-таки стандартно. Давайте пока перенесемся на ценность игроков. На общую ценность команд. Как мы видим, 5000 золота. Ценность Old World Devour. В принципе, он впереди. На 500 монет. Джиггернаут единственный его преследователь из команды противников. 4600 у Джиггернаута. 3900 там где-то у Луны. 4000 у Шадоу Финда. Но вот мы видим все-таки на 1000. Кто-то здесь ОД центральный коридор выиграл. ОД старается. ОД потеет. И вот они смока от Медосклаб. Клокверк плюс Санкинг. Тут как тут. Хукшот, я так понимаю. Заряжен. Надо все-таки ОД здесь немножко постоять, чтобы Клокверк в него хукшотом попал. Но пока здесь, конечно, Клокверк не спешит. Леслау надо было что-то придумать. Но в итоге, конечно, меняют они свое направление. Джей Ди здесь находит. Будет ли хукшот? Но нет. Хукшот мимо. Хукшот мимо. И в итоге Смокганг был потрачен. Хотя здесь Бордо видит здесь Джей Ди. Пошел Борострайк. Туда же батарейки. Сможет ли Джей Ди раскастоваться? Но в итоге, конечно, вряд ли. Да. Пошел Эклипс. Но в итоге, почем зря Лос... Ой-ой-ой, запутались в своих же Когах. Туда же полетел еще и Санти Клипс от Вана. Как же много урона. Да, погибает Луна. Погибает Санкинг в отместку. Можно еще найти Леслау. Но в итоге Ван заворачивает немножко. Нет, удач Джигернаут пытается мчиться. Мчится туда-сюда. Через 2 секунды. Фейсбуцы перезарядятся. И Джигернаут убежит. Но в итоге, конечно, здесь Клокверку повезло. Спрятался он в лесах. Спрятался он в лесах. И Old World War, ну, не стал его искать. Ну, никак не стал. Не поверил. Здесь Луна в итоге в очередной раз возвращается. Шадуфин пошел в отмах. Но не знал о том, что там есть Шадуфин. Тут, 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 как тут. Здесь есть Варлок со своим големчиком. Шадуфин забирают. Но Фаталбанды действуют. Фаталбанды действуют. И надо Еса забирать. И, возможно, за счет этого Луну можно хоть как-то убить. Ес. Ес пока мчится. Бежит. Есть ли просвета? Нет. Никакого, никаких средств для обнаружения у Варлока не имеются. И, похоже, похоже, големчик-то был зря. Шадуфин погибает в очередной раз. Ой-ой-ой. Причем Шадуфин почему-то вкачал себе ауру. Видимо, он не рассчитывал больше умирать. И, ну, в итоге, конечно, его за это наказали. Мог бы он здесь разультиться. И в итоге Луна была бы убита. Я думаю, и Тренд Протектор был бы также повержен. Но, 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 но. Если бы докабы, история Дота, как история, не терпит сослагательного наклонения. В это время Клокверк врывается своим хукшотом в Трента Протектора. И, конечно, здесь Тренд погибает. Ну, что же, Мидос Клап отвечают так же агрессивно. Вышечку, вышечка на нижней линии падает. В это время нападение пошло на Санкинга. Отличный подкоп. Отличный пару страйк от стока. И Санкинг отправляется в таверну. Ну, что, может быть, стоит ее разрушить, эту вышечку на центральном коридоре? Что думает Ван? Ну, да, Ван стоит здесь. Сейчас будет крипочков здесь отпушить. Потихонечку закидывать их в Астралы, Порофикейшны. Да, крипы погибли быстро. Можно на центральном коридорчике в вышку уничтожить. JD может в очередной раз здесь попасться. Лас Ла Лис Лао тут как тут. Хукшот. Хукшота нету. 25 секунд до него. Ультимейт, наконец-то, Шадоу Финд здесь изучил. В это время погибает Варлок в очередной раз. Но что-то пока Мидос Клап играют как-то разрозненно. Но ведь нужно, нужно сейчас кооперироваться. В это время нападение от Трента Протектора пошли корни. Да, подцепили здесь Шадоу Финда и у него большие проблемы. Барро Страйк пошел. Тут очень много урона уже залетает от Вана. Да, пошел Эпицентр. Отличный, по-троим погибает Шадоу Финд. Да, урон залетел, но в итоге все живы. Пошел, кстати, пошел Эклипс от Луны. Дальше. Ой-ой-ой, он не на это еще использует свой ультимейт. И похоже, это разнос. Да, это разнос. Используется Святыня. Она только временно спасет здесь Клокверка. Но в итоге пока подрубается от Клокверка на Снешка. И он уходит. Ах. Ах, ах, ах. Слушайте, на любое действие Мидос Клап есть противодействие от Тандер Ауэйкен. Любой. Ну, как-то вот пока читают. Читают они свою сопернику здесь. Вот время нападения пошло на Джей Ди. Как неприятно здесь будет от Клокверка погибнуть. И все-таки Клокверк убивает Луну. Ну, батарейки все еще работают. Но размен приятный, согласитесь. Размен очень-очень приятный. Джей Ди погибать совсем-совсем не хочется. Это уже вторая смерть его. Вроде как набирал обороты. Есть Масков Мэднесс. Есть уже ПТ. Есть Аквилы. Все вроде неплохо. Но, но, но и но. Немножко проседает, конечно, по сравнению с ОД. ОД впереди планеты все. Обгоняет ближайшего преследователя. Или это СФ на 2000 золота. И, ну, мы видели, как в прошлой драке здесь ОД наносил урон. Это было просто огромное количество. И его дек пока не оставляет шанса своему противнику. Нужны Блэкинг Бары, чтобы хоть как-то с этим ОД сражаться. Либо нужно хоть все в него кастовать. И Баррол Страйк, чтобы ОД вообще ничего не смог наносить. Но сейчас Ванна очень часто занимает очень и очень хорошие позиции. Тем самым, конечно, не дает даже малейшего шанса противнику лишить. Его возможности атаковать. Что же, в это время Джигернаут находит ОД. Вот он урон. Просто одной плюхой, одну пятую сразу же снимает. Что же, в это время Смэш и Сток перемещаются к своему ОД. Хотят его агрессию поддержать. Я эту агрессию также поддерживаю. Как можно больше экшена на карте, пожалуйста. Хьюри Кинг Пайк приобретается. Ой-ой-ой. Как много урона здесь все-таки Тренд Протектор погибает на верхней линии. Ну, слушайте, как-то... Ай-яй-яй. Тут еще и Джей Ди подцепили. Да, Батарик он не уйдет. И Кайлом, конечно, здесь его добивают. Смогли разменять здесь на Джигернаута. Но Джигернаут умер вот тут, вот. Вот тут вот в своем второстепенном лесу. Фармил здесь леса. Пошла еще атака. ОД тут как тут. Восстал прячет СФ. Подцепили пока Варлок. Варлок уже все дал. Можно его спокойно убивать. Леслау прячет, прячет своего противника, чтобы спасти Шадоу Финда. Но Шадоу Финд пока бежит. Телепорт имеется. На телепорте, в принципе, он должен уходить. Здесь в это время Бардо раскастовывает свой эпицентр. Но что он им хочет сделать? И почему? Ну, в итоге, знаете, как-то странно было. Ну, хорошо. Бардо молодец. Бардо просто на тоненького сейчас сыграл. Развел своего противника. Что готовы они атаковать. Готовы драться. И в итоге, конечно, здесь Ван. Ван купился. Купился на эту провокацию. И отошел. Я думаю, когда ребята будут пересматривать реплей, они очень сильно удивятся, что Бардо был там абсолютно один. Третий раз погиб уже Джей Ди. Это такой неприятный звоночек. Хотя до сих пор он старается держать себя в форме. Как мы видим, у них одинаковая ценность с Джиггернаутом. Джиггернаут также, в общем-то, погибает. Две смерти, одно убийство, один ассист. Да, Джиггернаут, конечно, пока себя показывает не самым лучшим образом. Ну а что вы хотели? Джиггернауту нужно хоть как-то добираться. Пока более-менее... Пока более-менее агрессивно показывает себя Клоквер. Клоквер, как известно, вырывается с фукшота. Дальше ставит Коги, батареечки. А как в эти Коги ворвется Джиггернаут? Ну, сложновато, сложновато, согласитесь. Тем более, Джиггернаут сейчас пока выбирает такой путь фарма. Бьет крепочков нейтральных, либо на линиях, и пытается срабатывать здесь деньги. Ну а в это время Тандер Ауэйкен наглеет очень сильно. Чувствуют они, что замес 5 на 5 у них сейчас сильнее, что у них сейчас лидерство. 6 тысяч золота Олд Эвуавер делает в это время телепорт. Да, прячет он в Астрал Джиггернаут. И, возможно, это его сейчас спасет. Да, Херекен Пайк в итоге сыграно было блестяще. Но Бордо здесь уйдет на телепорте. Дальше можно подцепить здесь Кастабайла. Но там дальше Блэйд Фьюри и спокойненько телепорт. Взять нечем. Взять нечем. Здесь Шадоу Финд находится в Шадоу Блэйде. Смогут ли его здесь хоть как-то подцепить? Нет, да, его видят. Да, здесь он находится под Вардом. Там дальше Астралы. Смогут ли забрать? Есть ли еще? Да. Есть еще один Сентри Вард от Штока. Но там Вару Страйк и Шадоу Финд погибает. Ой, как неприятно здесь ему умирать все-таки. Я так понимаю, вся команда, вся команда сейчас надеется на этого СФа. Надеется, что он будет раздавать. Но в итоге раз неудачные позиции, два неудачные позиции. Ну что, на ЕС здесь Лослава врывается. Но почем зря? Почем зря? Пурификацион. Очень-очень много урона. Стики. И в итоге бай-бай Клокверк. Бай-бай в таверну. Но пока, пока лидерство Тандер Авейкен составляет 5000 золота. Потихонечку строение они сносят. Осталось еще вторая, вторые башни на центральной и нижней линии у Элит Клаба. Мидас Клаба, прошу прощения. Ну и пока Тандер Авейкен не спешат. Но возможно, сейчас они разрабатывают почву для Рошана. Почему бы и нет? Первый талант, плюс 15 к урону у Джей Ди. Есть уже Масков Мэднес, есть Драгон Глэнс. Все, в принципе, очень-очень хорошо. Что там первым талантом у меня на это? Плюс 60 золота в минуту, он будет, ну, очень богат. Вот этот талант просто блестящий. Особенно для Хардвика. Здесь вот время, клипс пошел от господина Вана. Но в итоге получает он очень-очень много урона. Отличный здесь, вроде как казалось, отличный Големчик от Варлока. Но в итоге Ван пошел очень далеко. Рэпл уже закончил свое действие. Но в итоге пока-пока забрали одного только Големчика. Но Голем в итоге почем зря. Рэпл от этого Голема не хил, так спас. Все-таки здесь Вану надо быть чуть-чуть поаккуратней. Есть у него Блинк Даггер. Может он уже быть более мобильным. Может он быстро нападать сам и быстренько убивать. Он сейчас попытался это сделать, но ничего не вышло. Так вот, вот этот вот талант на плюс 60 золота в минуту просто дает Омни Найту потрясающие возможности, как вот именно герои сложной позиции. Он может терпеть, он потерпит, но приобретет этот самый талант. И в итоге, в итоге все золото компенсирует. И будет супермощный. Как мы видим, Смэш сейчас вообще ничего не боится. Ходит туда-сюда. Также здесь и господин Ван. Ну что же здесь? Жигернаут раскручивается, а не рано ли? Бордо в это время врывается в ОД. Да, у него большие проблемы. У Perfication туда же полетели еще и корни. Да, у Смэша большие проблемы, но пошел... Пошел Guardian Angel, пошел Eclipse от Луны и погибает Клокверк. Да, раскастовывается здесь Shadow Fiend, но в итоге никого забрать не получилось. Шток ворует здесь еще и Requiem of Souls. Может он раскастоваться. Шток уже имеет Блинкдаггер. Можно попробовать кого-то здесь убить за счет ультимейта Shadow Fiend, но пока... Пока Thunder Awakened не спешат. Вышечку снесли. Может быть не стоит спешить? Может быть не стоит форсировать событие? Все-таки вот такое форсирование на прошлой карте вас чуток да погубило. Ну нет, Thunder Awakened не отходит. Thunder Awakened не отходит. Они идут вперед. Хотят они хоть как-то JD в это время. Пошел врыв штока. Пытается сейчас раскастоваться под РПЛом. Своим Requiem of Souls. Да, пошел. Варлока забрали. Также можно подцепить Лаславу. У него большие проблемы. Пока Когами он все-таки себя спасает. Ой-ой-ой, Shadow Fiend. Как можно много по нему урона. Бордорус кастовался, я так понимаю, свой эпицентр. Но в итоге урона практически не нанес. И нижняя линия у Господ из Мидас Клаб падает. Да, погиб также еще и Ласлава. Ну, похоже, здесь Thunder Awakened своему противнику шансов не оставит. Ну что же, Шток Телекина с очередной Джиггернаута. Дальше пошел Блэд Фьюри. Кастобайл мчится дальше. Ну, куда же он мчится? Мчится он, в общем-то, в руки своей смерти. О, да и ничего не боится. Ван! Тут Shadow Fiend уже очень сильно рискует. Может быть, не стоит сейчас идти. Надо дождаться всех. Да, Санкинг уже в скором времени возродится в это время. Какие плюхи залетают от ОД! Ну что же, Thunder Awakened ничего не боятся. Вообще, ну просто идут, рушат строение. Говорят, ребят, давайте подеремся. А там посмотрим, кто в этой игре победит. Ну что же, находят здесь Санкинга. Чуть было его не поймали. У Джиди большие проблемы. У Перфекейшн очень-очень вовремя. Дальше Селекинес на Shadow Fiend. Попытается здесь все-таки хоть как-то забрать Луну. Ну, Луна мчится, но в итоге здесь, конечно, спасается. Ливен Кармор эту Луну спас. Ливен Кармор. Перфекейшн. Ну что же, по штоку пошел он не слэш. В итоге его еще и спрятали здесь в Астрал. Да, пошел выкуп от Shadow Fiend. Но у него очень мало душ. Там пошли Коги. Большие проблемы здесь у Клокверка. И в итоге его забрали. Да, хотя забрать здесь Трэнта. В итоге раскастовался здесь Бордос своим эпицентром. Смогли забрать Рубика. Ну дальше пошел Эклипс от Вана. Как много урона. Минус 3. Тут как тут Shadow Fiend раскастовывается. Но в итоге урона маловато по Вану залетает. Ван все еще боевая машина урона. Интеллекта у него очень-очень много. Скоро перезарядится у него Блинк Даггер. Можно Shadow Fiend забрать. В итоге Кайлы еще и мимо. Боже мой, что происходит здесь с этим Shadow Fiend. В итоге, конечно, он как-то растерялся, что ли. В итоге, ну, совсем не знал, что делать. Остался в живых один Варлок. Один Варлок у Мидас Клаба остался в живых. И в итоге Луна вместе с ОД как-то не рискнули пойти дальше. Хотя могли, в общем-то, ну, хотя бы снести вторую башню на центральной линии. Могли хоть что-то здесь организовать. Пока большого количества людей не было у Мидас Клаба. Ну что же, нападение очередное от J.D. Дальше пошел Ливен Карбор. Никак не может здесь Клокверк ее Луну догнать. Перезарядится Хукшот через секунду. Луну еще и отправляет вперед. Проверка, конечно, на нее уже использовали здесь Клок. Пытался уже Хукшот кинуть, но нет-нет. Команда говорит, стой, дружище. Здесь Shadow Fiend без выкупа. 20 секунд его еще не будет. Шива с Гвард полетела от Вана. И пока-пока Мидас Клаб ретируется. Мидас Клаб отходит и понимают. А понимают они, что драка сейчас будет ну совсем нечестная. Но Shadow Fiend возродится. У него всего лишь 18 душ. А ведь как хочется здесь этих душ иметь 36. Джиггернаут пока урона не вносит. Да, у него есть вроде как Дефижил Блейд. Есть Яша, но в это время, боже мой. ОД просто с двух тычек практически забирает Варлока. Также подцепили здесь еще Джиггернаут. Он погибает. Крушение, крушение. Да, врывается Клокер к своего хукшота. Но в итоге это какой-то хукшот последний дождь. Слава, использовав Коги, погибает. Да, Shadow Fiend смог разменяться здесь на Рубика. Но, ну как мы знаем, этого маловато. Good Game пишет Мидас Клаб. Уже ливают из игры. Shadow Fiend раскастовывается. Но его сейчас убьют. Но нет, трон упал пораньше. Ну что, друзья, как-то здесь Thunder Awakened смогли, смогли они собраться силами. Поняли, что не стоит бояться. Нужно рисковать. Нужно идти вперед. Нужно сносить строение. Нужно лезть в драки. Тем более, их план на игру, их стратегии, их герои позволяли наглеть. Позволяли драться 5 на 5. Позволяли разрушать строение. И в итоге, конечно, план их на игру сработал, ну, стопроцентно. В то же время, конечно, Shadow Fiend был подвержен постоянным гангам. Джиггернаут не мог вносить какой-то более или менее достойный урон. И в итоге, конечно, здесь все было очевидно. 25 минут игра. Thunder Awakened выигрывает. Это вторая игра нашей сегодняшней ночи. В скором времени нас ожидает третья. Мы уходим на небольшой перерыв. И скоро включимся на третий матч турнира под названием Galaxy Battles.